Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Здравствуй, дорогой Олег. Привет, привет, рад тебя видеть. А не сырак. Долго ждал, но ты добрался до меня. Ну, показывай, что тут получилось. Получился богатырь. Как я и планировал, ты же был у меня, когда попросил у тебя приехать, посмотреть, что же мы можем использовать, какую технику. И я, прислушившись к тебе, сейчас покажу настоящего богатыря. Друзья, прямо буквально два слова. Я нахожусь в банном комплексе, банном оздоровительном комплексе. А если точнее, я перебью, курортно-оздоровительном. Место необычайное. Называется, но богатырь находится в городе Люберцы. Банный комплекс только открывается. Сегодня мы пришли потестить парные, потому что они уже готовы. Мы сделаем небольшой обзор этой бани. Но хочу сразу сказать, что 26 марта здесь будет сделано официальное открытие. И мы приглашаем наших друзей, наших банных друзей побывать на этом мероприятии. Потому что будет много интересного с точки зрения программы. Ну, и самое главное, что можно здесь попариться с замечательной бани. Здесь она не одна, не одна парная. И попробовать разные, разные температуры, разные влажности. Ну, здесь прямо такой центр, на котором можно очень много чего испытать. Поэтому 26 числа обязательно ждем вас. Внизу под ссылочкой мы сделаем телефончик администратора, куда можно позвонить и оставить заявку. А мы будем рады видеть вас здесь. А сейчас попрошу Олега показать нам все, что получилось в этом комплексе. Начинали мы, наверное, месяцев первый раз 4 назад встречаться. Были голые стены. Но вот потихонечку, помаленечку комплекс становился все интереснее и красивее. И сегодня мы увидим все эти красоты. Метруб лучшие из Калифорнии. Не, не так, не так, сделай шаг. Здесь был раньше фитнес. То есть, более чем фитнеса здесь ничего не было. Ну, там косметический какой-то салон и прочее, да? Так вот, это двухэтажное помещение площадью тысячи квадратных метров. То есть, сразу, понимаешь, да? Для многих вы понимаете, господи, что там на тысячи тренажерный зал мы оставили. То есть, убрали название фитнеса, тренажерный зал. Вот этот этаж, где мы находимся, вот если показать ресепшн, да, место, где принимают администраторы, это лекарня такое, место оздоровления, практическая работа массажистов, которые работают с суставами, с внутренними органами. Есть вип-комната. Давай, показывай. Все это очень интересно. Показывай все, что есть. На входе мы, конечно же, разместили кофейню, где любители кофе, чая, сиропов получат самые-самые вкусняшки. Потому что ниже у нас есть кафе для посетителей по типу шоколадницы. В верхнюю одежду люди снимают в гардеробе. Я тогда и разденусь сразу же. Люди снимают не только в верхнюю одежду, но каждый получает персональные тапочки. То есть у нас нет бахил. Это непрактично. Людям более комфортно в тапочках. Тем более по нынешней погодам люди снимают ботиночки и они немножко хоть просохнут. Здесь небольшая зона ресепшена, где ознакомливаются со всеми нашими услугами, где можно выбрать веники, где можно выбрать сиропы. Огромное количество травяных заваров, чаев, саган-далии, мед из бурятии, джемы, облепиховое масло, сиропы, очищающие эликсиры, иммунные, восстанавливающие, тонизирующие. В общем, весь спектр люди, даже антипризитарные все программы получают здесь. Самое интересное, знаете, что мы сделали, Денис? Мы сделали вот такие вот бизнес-карточки и по традиции сделали шесть посещений, седьмое в подарок. То есть как бы есть специальный штамп. Мне же можно такое взять? Да. У тебя будет сегодня первое посещение. Мы обязательно поставим штамп на копии шесть, седьмой в подарок. Как раз вот в эту зону, когда мы заходим, это зона процедурных. Александр Сизов, достаточно известный в Москве, Московской области, практикующий знахарь. Да, я называю людей этих знахарем, потому что достаточно большое количество знаний по работе с внутренними органами. Шикарные знания суставов, ну, вообще скелетов. И сюда едут люди уже из других регионов. Друзья, кстати, мне удалось побывать у этого человека, поэтому точно могу сказать, что это очень хороший мастер, очень крутой мастер. Поэтому попасть в его ручки тоже считаю, что и для даже специалистов банного мира было бы очень интересно, потому что действительно огромный, колоссальный багаж знаний и опыта. У нас всего лишь таких процедурных четыре, а сейчас мы спускаемся на минус первый этаж. Друзья, мы идем в парные. Пойдемте за нами. И не только в парные. На минус первом этаже нас встречает второй ресепшн. Кстати, вот эти камни – это все раритеты. Это каменных дел мастеров, но мы к этому вопросу отдельно вернемся. И нас встречает кафетерий. Ну, это а-ля шоколадница в курортном центре, где могут посидеть люди, не пришедшие на курорт, а пришедшие просто посидеть за компьютером, попить, пообщаться. То есть, даже не обязательно, если они пришли в бать, могут просто прийти? Или все-таки… У меня есть два варианта. У меня есть для посетителей курорта полностью инспектор, а есть люди, которые просто пришли к нам в заведение и могут просто прийти, пить кофе, есть пироги, провести время. То есть, вот мы… Пойдем. Мы чаще всего встречаемся где-нибудь в центре Москвы, там где? Да, давай, там в шоколаднице, там в Старбаксе, да? То есть, вот то же самое здесь жилой район, людям негде встречаться. И они просто приходят, что бы что, встретиться, посидеть, попить кофе, поговорить, какие-то дела обсудить. Я так понимаю, заодно узнать, что есть в бане и в конечном итоге прийти. Естественно, они увидят на рекламу на телевизоре пармастеров работающих, они увидят шикарный бассейн, тренажерный зал и прочие-прочие услуги, которые как раз связаны и со здоровлением, и с массажем, и с различными практиками. Друзья, хочу сказать, что и кофе здесь вкусное, оно привезено с Кубы, вот, поэтому даже кофе здесь стоит попробовать. Идем дальше. О камнях у нас будет сегодня такая возможность, чисто случайно, не рояль в кустах. В Москву приехал наш друг из южного региона, который занимается профессионально. Он не из банного мира, он вообще к банному миру никакого отношения не имеет. Он не знает ни имен, ни людей. Ну, баню любит, как и многие русские люди, но он занимает всю свою жизнь, посвятил именно камням. Разработки, галька, речные. И вот, вот это вот, между прочим, это окаменелое дерево. Дерево, да. Да, да, да. Соли. Вот это вот вообще для меня какой-то уникальный такой камень, как будто, знаешь, весь переплетен нитками в свое время. Так же, как и вот этот вот. Ну, слушай, какие-то такие космические артефакты. Это на самом деле очень интересно, и мы с ним пообщаемся. Он очень помог мне загрузить печи ВВД нефритовыми камнями. То есть, у меня все печи загружены 100% нефритом. Друзья, обязательно мы сегодня запишем еще один ролик по камням, специально поговорим на тему, что лучше всего класть в печь и как разбираться в камнях. Погнали, 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 погнали. Одно из помещений, которое нас встречает, это женская раздевалка. Сразу скажу, комплекс рассчитан на 60 человек. То есть, это большой объемный комплекс, который принимает сразу огромное количество, как посетители на курорте. И для этого 30 раздевалок, 30 шкафчиков для женщин и 30 шкафчиков для мужчин. Все приходят как на курорт, переодеваются, одевают купальники, шорты, халаты, полотенца и выходят в общий зал. Мы в него придем, но я бы очень хотел показать раздевалку. Друзья, тут самый редкий случай, когда мы можем пройти через женскую раздевалку. Пока здесь никого нет. Айда, айда. Мы повесили такие льняные полотнища. На самом деле, это российский лен, это не китайский, не итальянский. И очень выручает, когда дверь распахивается, и мы не наблюдаем обнажены тела. Значит, помывочная в виде таких ливней. Очень чистая, очень аккуратная. Женщины уже оценили. Так как у нас уже есть опыт, мы провели через наш комплекс более 100 человек. То есть, был технический запуск, который дал нам понятие алгоритма работы и последовательность. Потому что у нас не брошенный человек. То есть, человек, пришедший к нам, получает полную технологическую карту. Что? Как? Откуда начать? И эту последовательность, которую я вот продумывал все эти месяцы, да, мы даем человеку на выходе, говорит, вы поменяли представление о русской бане. Потому что основа наших всех парных – это русский пар. И вот твой визит, который был в начале самым, когда я консультировался по каждому помещению, какую сделать парную и какие печи. Я почему сделал ваш выбор? Потому что вы предоставили мне весь спектр пополнить мои парные, заполнить мои парные под мои задачи. И вот это получилась, как раз обратная связь, как раз людей, прошедших вот эту технологическую цепочку с сибирской, вот мы ее посмотрим, индивидуальная, помывочная парная, да, ни у кого нет даже такого названия, помывочная парная. Все там хамамы, мамамы, помывочная парная. И деревенская. Вот эти четыре бани наполнены одной компанией. ВВД имеется в виду по оборудованию. Это уже, как говорится, еще плюс там парень, который запаривает веники, ливень, который просто… Это фурор. Люди, когда приходят, прямо просто аншлаг какой-то. Они чувствуют себя под горной рекой какой-то, говорят. Скорей показывай. Пошли. Значит, шкафчики у нас богатырские, для девочек тоже 30 штучек. Здесь они, соответственно, снимают макияж, здесь они там сушат волосы, то есть приводят все в порядок после банных процедур. Просторное здесь место прямо много. Пойдем. Мы выходим сначала через оазис, то есть мы должны сначала пройтись через оазис, так как уже алгоритм показа отработан, лучше всего будет так. Следующая раздевалка, она параллельная с мужской, тоже рассчитана на три человека, но мы уже попадаем сразу в зону отдыха. Эта зона отдыха называется оазис. Напоминает пляж. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И он рассчитан практически нахождение босиком, босиком полы теплые, так как под этими камнями это речная галька, привезенная из Краснодара, вот нашим другом. Здесь 20 тонн, это полная фура, 20 тонн. Вот в мешках приходили, я вот снимал, если у нас получится, скорее всего, я дам вам видео, где краном загружается в это помещение тонны, мешки тонны вот этой гальки. Это речная галька, то есть прям дикий пляж так и называется. Люди приходят просто совершенно в свободном формате, в купальниках, на полотенечко ложатся, отдыхают. Дети, вот это делали дети, вот это вот кварцы тоже, это вот такие вот камни, они садятся, они тактильно руками играются. Они не играются с какими-то пластмассовыми шариками, вот как вот эти замыцканными вот этими руками других детей, а играются с камнем, который мы обслуживаем. Мы моем этот камень. Здесь везде сделаны технические сливные отверстия, которые позволяют нам совершенно спокойно вымывать этот камень, но общение с целой историей, то есть вот это тут столько, кстати, артефактов, то есть вот в этих двадцати тоннах огромное количество камней, которые, ну, назовем так, знаешь, в каждом камне есть своя история, какая-то непонятная даже муха там накаменевшая просто. Друзья, камень реально теплый, как на солнечном пляже. А вот это вот детская качель. Это детская качель, украшена, кстати, моими детьми. Вот в процессе обустройства принимали моя жена, мои дети, мои близкие, люди, не имеющие никакого отношения к бане, но все пришли с любовью, что-то помогли, то есть какие-то вещи. Вот эта вот идея тоже от знакомых. И дети оценили, потому что на самом деле при входе, это крепко, здесь был раньше тренажерный зал, здесь же стояла груша, 200-килограммовая, то есть поэтому достаточно крепкая. У нас в этом оазисе есть кинотеатр, то есть полноценный кинотеатр, пять в одном, все просмотр фильмов, но фильмы мы смотрим не на обычных стандартных диванах, креслах, мы можем смотреть босиком, мы можем сесть, мы можем лечь на липовые шезлонги. Давайте минуточку тишины, друзья. Большой. Олег, тащи рыбу, клюет. Где моя острога? Я по старинке. Вот это вот помещение, зона отдыха, она 125 квадратных метров, то есть мы сейчас еще подойдем к помещению, которое называется усыпальница. Здесь есть запах? Да, это специфический запах, который распыляет устройство, оно запрограммировано, то есть идет как бы обработка этого помещения, дающая возможность расслабления. Это природный запах, то есть это не специфический какой-то там запах океана или хвои. Хвои у нас достаточно в бане. Здесь вот как раз такой камню к соли, то есть такой вот к океану, вот тем более сейчас вот в регулярном формате мы крутим здесь такие вот подводные картины, съемки с дрона, например, да, но здесь есть расписание фильмов, воспитательных фильмов для детей. У нас очень большая программа для детей, включая детское парение, вот как раз то, что очень хотелось. Да, друзья, 26 числа здесь будет проходить детские парения групповые, будут работать, надеюсь, очень хорошие мастера, которые покажут свое имение мастер-класса работать с маленькими детьми. Это будет крутая программа. Я воспользуюсь как раз случаем, мы как раз приглашаем люберецких жителей, близлежащих домов, да и жулебина. Приходите, приводите своих детей. Помимо этого дня, день 26 будет официально день открытия. В регулярный день вы всегда сможете привезти ребенка, которого пар-мастер будет парить, и еще будут работать пар-мастеров курсы для детей. На самом деле это полезно, растить поколение здоровое, вот в советское время более обливание, хождение там босиком. Сейчас этого очень мало, но русская баня, русская баня и русские традиции могут сейчас укрепить не только иммунитет, но силу духа, что очень важно. Пойдемте в усыпальницу? Пойдем. Почему такое название усыпальница? А усыпальница, скорее всего, связана с тем, ну, точнее, это я сейчас пытаюсь объяснить, с тем, что человек переходит грань жизни, переходит в такое царство морфея, в сон. То есть он покидает этот мир, оставляет в нем все свои тягости, проблемы, задачи, ну, умирает в хорошем смысле слова, перерождаясь, как птица феникс, сгорев, родившись новой. Вот эта усыпальница, она несет в себе такой достаточно сильный энергетический смысл и наполнена как раз задачей перезагрузить человека. Это процедура после парения. То есть это когда есть водные процедуры, а это вот усыпальница. Я немного открою свет, потому что здесь предусмотрена темнота. Темнота, теплые полы, каменные теплые полы. Вот эти матрасы, это стенные матрасы. Это матрасы и подушки, да, полностью привезены из Подмосковья, чистых лугов. Вот, вот он, вот он довольный человек. Я отсюда не уйду. Раскачай, раскачай вперед-назад, раскачай, толкни. Не хочу, не толкайте меня. Нет? Дайте мне полежать. Все, тогда так. Все, я стою здесь, в баню не идем. Ну, конечно. Денис говорит, в баню не идем, остаюсь здесь. Сюда как раз после бани очень хорошо. Открою тайну. У меня супруга, ну, после тяжелого дня, буквально там за час, за два до закрытия, приходит сюда и перезагружается. То есть, ну, вот реально, в прямом смысле, можно 15 минут улечься на вот этот матрас. Кстати, все чехлы на матраснике мы снимаем, они стираются. То есть, мы очень скрупулезно подходим к вопросу гигиены. И все вот эти вот вещи, это все в стирку. Мы закупили стиральные машины, мы закупили сушильные машины. То есть, все в комплексе, да, дает возможность человеку получить как халат, так и полотенце, и тапочки на входе, и все-все-все, килты, женские, мужские килты. Вот так вот. Круть. Там, ты понимаешь, тренажерный зал остался, да, то, о чем ты говоришь? Пошли посмотрим. Вот эта дорога, вот эта вот дорога жизни, вот эта дорога жизни, она специально сделана в виде такого мостка. Она соединяет желающих позаниматься спортом, с входом. Дело в том, что в комплекс, в стоимость посещения комплекса входит в этот билет и посещение тренажерного. То есть, люди, пришедшие, могут побегать там 15-20 минут, позаниматься, пойти помыться, принять баню, принять душ, полежать в оазисе отдохнуть. У меня есть трехчасовое посещение. Ну, это минимально необходимо, на самом деле, технологическая карта. Либо полный день. Спроси меня, сколько стоит полный день? Сколько стоит полный день? 2200 рублей. А спроси, вернее, ответи мне, сколько стоит 3 часа? 1500. 1500 рублей. Вот за 1500 рублей в день я могу пользоваться здесь всем, что здесь есть? Да. Отлично. В том числе тренажерный зал. Три парных. Одна считается индивидуальной, в ней работает пармастер. Это специалист, да, то есть это к нему у нас, так скажем, определенная запись есть, да, она одна, индивидуальная. Но деревенская баня, к которой мы приедем, она рассчитана на то, что там полок, профессиональная высота, профессиональный пар, и пармастера, которые, например, находятся в Москве, Московской области, могут к нам приезжать, заходя со своими клиентами сюда, оплачивают вход и оплачивают всего 1000 рублей за работу в индивидуальной парной. 1000 рублей, и пармастер может работать со своим клиентом здесь. Я очень хочу посмотреть уже парные. И мы идем туда. Пальмы к радости моей искусственные, потому что иначе бы мне пришлось бы еще нанимать садовника, садовника как минимум, как минимум. А это Алексей. Алексей вышел из мужской раздевалки. Это как раз Алексей каменных дел мастер Данила. О, и сегодня у нас с тобой, кстати говоря, беседа будет. Да, да, да. Я бы рекомендовал провести ее, сидя как раз в оазисе, потому что вот все эти камни, в том числе вот эти кварцы, это вот привез мне Алексей. Собственно, ручно собирал эти камни практически. Ну, есть время собирать камни, сегодня будет время разбрасывать. Идем в парную. Мужская раздевалка, естественно, фены, санузел, душевая, все-все как положено. Все как любят мальчики. Минимально, но с комфортом. А здесь туалетная комната для мужчин. Так, извините, занято. Ой! Дубль два. Идем. Из мужской и женской раздевалки в комплекс, назовем его так, банный комплекс, ведет коридор. В этом коридоре свое первоначальное положение занимает сибирская парная. Сразу хочу сказать для зрителей вашего канала и моего канала, что это твоя идея, потому что мы советовались тобой. И ты подсказал, что вот это помещение, небольшое помещение, здорово сделать под такую травяную, сенную. И мы наполнили ее полками, различными вениками, различными травами. И свое шикарное, замечательное место заняла эта печь. По-моему, она называется «Премьера». «Премьера Русса». «Премьера Русса». Вот эта небольшая печь, она самая вот то, что нужно. Во-первых, это совершенно на 220. Это мощность маленькая. Мощность маленькая. Она выполняет основную задачу. Нагрев вот это небольшое помещение, оно достаточно небольшое. Здесь совершенно спокойно ложится два человека. Вот, допустим, укладываются, осаживаются детки. Допустим, когда мы проводим ознакомление с травами. Веники, мяты, полынь. И вот эта вот печечка... Вот ее основная задача. Она оживляет эти все растения, дает возможность ознакомиться. Дает возможность ознакомиться. Поэтому она такая травяная, сибирская. И еще мы ее назвали «Потельничка». Ну вот «Потельня». Человек должен прийти, познакомиться с паром, познакомиться с нашим духом внутренним. Через траву, через пар. Липа. Это все не обрезная липа. Мы вот эти вот вещи, вот эти вот все вещи, да? Мы более 10 кубов липы завезли, устраивая вот это все благополучие в наших парных. Вот они, стеночки. Вот они. Тепло, хорошо, вентиляция, сено, травушки, муравушки. Вот. Она выполняет свою функцию на 100%, так как в алгоритме, она в нашем вот алгоритме посещения, номер один, именно прийти, нагреться. постепенно, не сильно, не перебаривая. Первая парная – это мягкий разогрев. Надо чуть-чуть действительно познакомиться и с теплом, и с паром. И эта парная идеальна именно для такого, и первичного прогрева. и создает это как раз вот эта небольшая, удобная, уютная печка, которая как раз, кстати, там у нас в сердцевине на нефрит. Вот. Тоже очень хороший пар получается. Париться там люди тоже очень парятся неплохо. Следующим после Сибирской у нас идет индивидуальная парная, где работает пармастер. И как раз и эту парную пармастера Москвы и Московской области могут у нас отдельно арендовать за тысячу рублей. А я хорошая, липовая, необрезная доска. Этот замечательный полок. Смотри, обрати внимание. Я советовался с лучшими пармастерами на какую высоту, какой шириной его сделать. Полок обеспечен вторым дыханием, естественно. Печь, позвольте мне продемонстрировать эту чудо-печь. Это печь премьера. Поставлена она была неспроста именно такого размера. Помещение под одного человека, под одного, скажем, парильщика. Печь наполнена нефритовым камнем. Я вот просто вот действительно хочу с гордостью показать, как это работает, как она разогрелась. При условии, что стоит она на 60 градусах, на 60 градусах, она дает четкий, шикарнейший, мелкий пар. Ну, я хочу сказать, что это моя любимая печка, на самом деле, из всей линейки электропечей, потому что у нее действительно самая большая каменька и температура разогрева камней чрезмерно высокая, порядка 400-500 градусов. С точки зрения пармастера залить эту печку невозможно. Вообще невозможно. Поэтому здесь можно создавать любые пироги, любое количество паров и неубиваемая история, потому что она работает бесконечно. У нас, кстати говоря, недавно был, нам привезли печку на замену, она простояла 24 года. Это была первая премьера. Ничего себе! 24 года. И она пришла в рабочем состоянии, нам ее как-то в музей передали. О, класс! Давайте я продолжу удивлять в этой парной. Давай! Давай! Многие, так скажем, ну, знаете, как говорится, люди бывалые, удивить нечего. Мы находимся в жилом доме. Да, это цокольный этаж. И при первом твоем посещении меня ты мне дал один совет. Не заделывай окно. Ты говоришь, какое окно, да? Какое сейчас окно может быть? Мы убираем вот эту ставню, вот эту вот ставню, мы убираем. И что мы видим там? Мы видим там сеновал с чистым сухим сеном. О, вот это кайфушь. Еще и это очень быстро проветривается. Допустим, поработал пармастер со своим клиентом. И не ходить в зал сразу. Мы прямо открываем, во-первых, проветрить помещение, ну, извините, вот прямое открытие большого, огромного окна, огну, огромное же, да. Закрытое в то же время ставней, то есть не создается впечатление, что есть какое-то окно. Но выйти на сеновал, ну, я извиняюсь, я не могу не продемонстрировать. Во-первых, это босиком, это, это натурально, это настоящее сено. То есть, вот просто вдохнуть даже сенную пыль. Сверху нас прикрывает мешковина, да, то есть мы можем нашего прямо голого клиента нашего вывести сюда и посидеть, побалдеть. Ребят, запах просто невероятного этого сена и свежего воздуха прямо вот. А на улице весенняя копель, весенняя копель, льются ручьи, ну, все, ты уже просто, мы еще не парились, но мы уже в космосе. Это, это благодаря твоей и твоему совету я оставил это окно, сделал именно под сеновал, человек заходит, все, обратно он ложится, мы его здесь же водичкой у нас и холодная, и горячая смеситель. Да, я вижу душевая. Да, 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 мы его прямо обливаем, мы полки обливаем, то есть все. То есть водные парные процедуры полностью в этой индивидуальной парной. Здесь опять же есть еще и полочка, где можно поставить какие-то аксессуары. Вот здесь у меня Ильгизка, которую мне Петрович так скажем презентовал. Вот. Спасибо Петровичу и Ильгизу. Вот. Здесь сенной матрас хранится, вот освещение оператора вашего. Здесь достаточно места, чтобы, допустим, какие-то аксессуары разместить, кто-то работает с поющими чашами, кто-то работает с бубном, все что угодно. И просто посидеть, посмотреть хотя бы, работа у вас. Да, ну, на самом деле, вот, вот, рабочее место фармастера, человек, который восстанавливает, реанимирует, перезагружает, перезагружает. То есть я, я баню-то вообще считаю, это как бы кнопочка включить и выключить, то есть человечка. Потому что многие приходят, я не знаю, с калевара, особенно, бей меня сильнее, я говорю, ребят, давайте научим все это самое, хоть как-то по-другому воспринимать. Да не, нас так батька научил, давай попробуем, попробовал, говорит, выходит, я баню сегодня русскую, я баню русскую русскую, я говорю, а что было раньше? Раньше то, чему научили красные пятна, рожево, пиво, бабы, во. То есть баня, как-то вот так, культура банного, да, искусства, наша культура переначена, перебрана, как и многое. А сейчас, посмотри, сколько открывается прекрасных центров, да, богатыри, то, что мы сейчас сделали, да, это одно из звеньев тысячи тысяч комплексов, которые сейчас открываются, и они все несут культуру русского банного парения. Я считаю, что вот это должно продвигаться, любиться, учить людей. Для этого и делается в богатыре, кстати, семинарная тема. У нас обалденная вот эта комната-шоколадница, назовем так, там, где можно проводить регулярные семинары, приглашать людей, которые, вот очень хочется пригласить Ирину Владимировну. Женское парение тема вообще не раскрыта, детское парение вообще тема не раскрыта. Эти вещи должны знать больше, чем дважды два. Продолжаем удивляться. Я думаю, что последующие две будут не менее удивительны, может быть, даже больше. Мы выходим в такую замечательную территорию, где прохладненько, комфортно с другой стороны. Это чистейший бассейн, достаточно глубокий, он два метра. Да, это очень, так скажем, для меня важный момент, хорошая вода. Соответственно, у меня очень хорошие стоят датчики очистки. То есть, не сколько важно чем, а сколько важно как. То есть, именно, чтобы не зашкаливало, у меня здесь нет запаха хлора, у меня здесь не воняет, у меня здесь чистенько. Просто последовательность очистки и профессионалы, которые это все налаживают, дают возможность иметь вот практически такую голубую красивую водичку. И температура 26. 26. 26. 26. Сразу люди приходят таким, еще не грелись даже. Ой, какая холодная, ребята, давайте вы два раза попаритесь. Не вылазят из бассейна. то есть, от слова вообще, детей, детей вот из бассейна со слезами вытаскивают. Ну, еще, дети, кстати, спасибо вам огромное, родители продлевают удовольствие, продлевать будете благодаря вам, потому что вытащить вас из бассейна невозможно. Помывочная парная в простонародний хамам. Ну, не Турция мы. Помывочная парная, она включает в себя и возможность помыться именно с применением соли, грязи, сахара, всего чего угодно, меда. Ну, и в то же время та печь, которая пары жар здесь стоит, дает мне шикарнейший пар, потому что она работает прямо с подключением к воде и пар для веников. Смотрим? Пойдем. Помывочная, помывочная. Можете даже назвать ее хамам, я не обижусь. Я бы не называл ее хамам, кстати говоря. Здесь и по климату не хамам, я бы не сказал, что здесь хамам. Хотя, наверное, не, не, мы зашли, во-первых, мы сейчас открывали дверь, она выполнит максимальную хамамную функцию, включая даже вот белый пар, который вот люди любят искать, все это есть, все это будет, но ни в одном хамаме нету липового потолка, липового потолка и выход на сеновал, это тоже это тоже ваша идея и я ее в общем как бы воплотил, да, то есть там полноценно открывается, причем я поменял специально большую широкую дверь, сюда поставил окно, именно для того, чтобы люди беспрепятственно могли попасть на сеновал, насладиться с... деревня, елки-валки, деревенский запах полноценный. Вот, теплый полок, огромное количество воды, смеситель и уникальная возможность вот этого пар и жар дает возможность получить действительно хамамное состояние, влажность практически стопроцентная, но на этом полоке можно полноценно используя вот это вот, кому я объясняю, да, используя вот это вот окно, применяя небольшое количество воды, парить вениками, то есть вот здесь вот, кто это придумал? Чья это? Удивительно, удивительно, кто это придумал? Скажите мне, люди, кто вот это все придумал? Ну, я повторюсь и буду повторять, мои все четыре парные, четыре помещения покрыли все потребности вот именно разностью самой конструкции, разностью функционала, люди получают удовольствие. Девушки, приходящие сюда на три часа берут себе билет, вот, остаются на шесть. Это из разряда продлевать будем? Вот сауна, баня, хамам. Понятно, что печка может выполнить все функции, но мало кто использует как хамам. У вас здесь в этом процедурной есть такая возможность уникально работать именно в этом режиме? Сто процентов у меня была еще более уникальная возможность жить в родных странах, и в том числе, ты знаешь, я работал семь лет в Голливуде, я постоянно посещал корейские, турецкие бани, хамамы, и вот эта печь перекрывает все потребности. Первую хамамную она делает на все сто процентов высочайшего качества, причем у нас же три режима есть парения. Первое, второе, третье. мы ставим на все три пар, вот реально шикарнейший, то есть идет постоянная подача воды, у нас идет подключение, вот, и мы даже редко используем вот это, редко используем окно для подачи пара, то есть ты когда заходишь в течение часа, полутора, при первом включении, утреннем включении, здесь образуется стопроцентная влажность. Теплый полок, очень теплый, хороший полок, мы еще его берем, охлаждаем водой, много воды, много разных кремов, масок, всего-всего-всего. Грязи. Будут грязи? Грязи. Наш товарищ, как раз, который обеспечил нас камнями, привез нам тонну грязи, южной грязи, то есть вот будем крымскую грязь практиковать, и я так понимаю, к нам на открытие приедет уникальный человек, который будет проводить чайную церемонию, и рассказывать грязевые процедуры. Это будет 26-го, ну, естественно, это будет каждый день, но уникальная, конечно, возможность воспользоваться и приехать на открытие, пообщаться, потому что мы предоставим площадку, мы предоставим информационно, так скажем, и, естественно, все это попробовать. Именно 26-го, в 12.00, точнее, в 12.00 и весь день до 22.00. Отлично. У нас осталась еще одна парная. Одна парная, сразу скажу, что вот я очень люблю бани валдайские. Ну, мне посчастливилось всю мою среднюю школу прожить в воинской части в Демянск, Валдай, Вышний Волочок, такие глухие деревенские деревни. И я старался воссоздать не какую-то там алтайскую, даже не то, чтобы воссоздать, а сделать по памяти те ощущения, которые я получал в настоящей деревенской бане. Это когда печь, когда котел, да, и вот это вот все, вот дух его у меня получилось. Пойдем? Мы в эту баньку и водичку провели, и сливных отверстий наделали. То есть здесь можно лить, здесь можно запаривать, все что угодно. Пар и жар 22 киловатта. Вот эта вот печка, вот эта вот печка как раз и дает возможность испытать настоящий русский пар. О-о-о-о! даже сами изобретатели испугались. Ты в порядке? Да, ну, жарко вообще-то становится. Смотри, даже с открытой дверью. Я не буду трогать в парной. не надо, я уже трогал. Трогал? Хороший. Хороший. Хороший пар, очень хороший. На самом деле, вот, расположение печи, расположение полоков, чтобы ты понимал, вот этот полок метр пятьдесят глубиной. мне очень понравилась полка у Петровича, когда вот шестеро мужиков, взрослых мужиков, располагаясь в парной, лежат вот лицом к пармастеру, да, и он с нами общается. Там, кстати, есть возможность ножки повыше поднять, тебе достаточно комфортно. Вот, у меня метр семьдесят пять, то есть я достаточно большой мужчина. И вот в таком вот формате, да, влечься, пообщавшись, да, послушать, допустим, какие-то забавные байки о банке, вот, кстати, передача байки из банки начнет в апреле уже сниматься в Богатыре. Вот, и здесь будут собираться и пармастера, актеры, вот как раз из цеха, где я работаю, да, в кино, будут приезжать различные интересные, не обязательно известные, но интересные люди, которые, в принципе, да, многое делаю для нашей великой страны. Возвращаясь к пары жар, опять же, послушав твой совет, но больше не накидывай. Ну, хорошо, я уже вижу, что тебе там хорошо и комфортно, да, уже, уже, как говорится, клиент согрелся. 22 киловатта, наполненные полностью нефритовым камнем, да, конечно, выдает не просто какой-то Валдайско-Демянско-Вышневолочковский пар, реальный такой, хороший, мелкодисперсный порог, причем, естественно, подконтролирую влажность. Печечка нам позволяет, вот я на одно отделение включаю парогенератор, который дает нам вот эту постоянную влажность. но при разогреве самой парной я и своих пармастеров все хочу вот эти полоки обрабатывать вместе со стеной водичкой, то есть мы это все прямо вот водичку, влажность, во-первых, даже само ощущение тактильное намного приятнее, то есть ты когда сам ложишься, клиент ложится, да, ну, то есть ощущение вот этой липы, оно прямо, ну, не знаю, прям родное, близкое такое, все прямо. Банька для проведения, так скажем, массового парения, группового парения, да, для индивидуального, потому что на самом деле вот эта лавка задвигается, рабочая поверхность опять же по высоте профессиональная, вот, также можно индивидуально, можно групповое, то есть проводить запарные эти баки, парень у нас на входе, как Никита говорит, парень, да, ну, а мне нравится парень, у нас есть свой парень, который запаривает нам веники, в нем сейчас запросто уместилось два дубовых и два березовых веника, которые мы сегодня попробуем, попробуем, еще и сам пользуюсь, другим рекомендую, вы знаете, вот, честно скажу, очень влюбился, вот эти полотна, это полотна прополисные, это тряпка, которая закрывает улей, пчелы естественным образом оставляют прополис, и мы отбирая не только мед у пчел, забираем у них еще эти тряпочки, это антивирусная, антибактериальная тема, и в том числе для лечения спинных проблем, суставных проблем, когда мы прогреваемся, мы прикладываем вот эти вот на участочки, которые требуют, так скажем, лечения, и прополис, пчелки делают свою работу, мы вывешиваем по два-три полотна, и такое ощущение, вот действительно, какое-то вот присутствие пчелиного роя, да, домик пчелиный, очень здорово, создать на самом деле аромат того или иного, да, потому что здесь проводится и с хреном, и с чесноком, с чем мы только не проводим, у нас есть тоже расписание, какое-то расписание на несколько дней вперед, это очень, кстати, привлекает вновь появляющихся клиентов, а мы только открываемся, да, но они будут знать прекрасно, что на сайте есть доступное меню, когда, в какое время, в какой день будет тот или иной пар, вкусный пар, его так любят называть. А скажи, пожалуйста, я знаю, что вот маленькую парную я тут условно говоря могу арендовать за небольшую, за небольшую денежку, а вот эту парную, если я пришел там с гостями, ее тоже можно арендовать, у нас есть и помимо парных еще и залы для проведения мероприятий, семинары и дни рождения, мы говорили, да, это тоже, и эту парную тоже можно арендовать. Супер, я думаю, что мы соберемся прямо вот с нашими друзьями, пармастерами, мне кажется, мы кайфаним здесь прямо по-взрослому. мы же в бане, чаще всего после бани хотим кушать, вот, наверное, в кульминацию вот экскурсии нашего прохода по богатырю, по курортно-оздоровительному центру, семейному центру, я бы хотел показать нашу трапезную. Давай. Трапезная прямо сразу из бани, бассейна, ливень, обратите внимание, он находится прямо у парной, то есть прямо у деревенской парной и работает шикарно, вода сразу вся уходит туда. мы попадаем в трапезную. Формат... Я пока не проголодался, но зайду. Формат трапезной, формат трапезной, это общепринятый шведский стол. В Москве до 15-го года, до 2015-го года была такая услуга, как елки-палки такой кафе. Да, да, да. Ну, это будет очень похоже на этот формат, где люди смогут себе взять горячее, салат, бар, сами себе сочинить какой-то салатик, да, именно на свое усмотрение. 20 посадочных мест здесь, 20 посадочных мест в первом вот нашем шоколаднице, ну, и, соответственно, около 30 посадочных мест в оазисе. Это не считая тренажерного зала, не считая бассейна и прочее. То есть вместительность 50-60 человек запросто. Слушай, мне кажется, это будет одна из лучших бань с любой точки зрения и с точки зрения профессиональных пармастеров, и потому что я думаю, что здесь есть повод приезжать и париться, с точки зрения людей, которые любят бань, потому что здесь работают, я правильно понимаю, будут работать профессиональные пармастера, вот, и с точки зрения пропаганды, потому что многие люди просто и не знают, что такое русская бань. Может быть, придут в кафе, может быть, придут позаниматься в зал, но обязательно они спустятся сюда и кайфонутся. Я сегодня у меня возможность общаться с одним человеком, задаю вопрос, я всем задаю вопрос, любите ли вы русскую баню? Многие отвечают, нет, я задаю вопрос, почему и где? И получаю ответ, что еще в детстве отец или мать, да, попарили так, что от охоты париться отпало, ну, то есть, неправильное, назовем так, некультурное восприятие, то есть, именно то, что делали это все в опасном режиме, то есть, в режиме, который не лечит, калечит. Естественно, вот эту вот культуру парения нужно сейчас реанимировать, переучивать, давать возможности. У меня уже эта практика есть. Люди приходят, да не, не, мы баню не очень, мы к вам вот просто тут вот в хамам погреться. Я говорю, а давайте из хамамчика вы зайдете ко мне вот в русскую, в деревенскую парную. Все, люди влюблены, говорит, а вот это русская, если это русская, мы это любим, это нам нравится. Я объясняю, русская парная, это тогда, когда всегда комфортно. Если вам чуточку не комфортно, покиньте помещение, это уже не русская, это уже какая-то экзекуция. Мы за то, чтобы всегда было хорошо, чтобы был румянец, чтобы было на душе, в теле, комфортно. Ну, друзья, мы прошли по этому комплексу, мне кажется, он замечательный. Еще раз, с 26-го здесь мы собираемся, с 26-го можно прийти на программу, пармастера могут подготовить какие-то свои программы в этих парных, попробовать, может быть, оборудование, попробовать кухню, попробовать пар, ну, и на самом деле провести замечательное время в новой парной в городе Москве, напоминаю, это Люберцы, курортно-оздоровительный комплекс «Богатырь». Метро Жулебино ровно 15 минут пешком. Еще чуть-чуть, буквально скажи, в двух словах, я знаю, что ты будешь запускать такой проект «Байки из баньки». Да, этот проект был в 90-е годы и начало 2000-х, и ввел его мой близкий друг и в прошлом партнер Михаил Аразов. «Байки из баньки» была телевизионная передача, которую мы сейчас реанимируем, выводим формат телевидения, и сниматься она будет в «Богатыре». Но весь цинус и прикол этого, то, что участники, которые могут приехать, купить билет. Это очень похоже, как на многие интересные шоу, как «Камеди Клаб». Люди приходят как зрители, но присутствуют и участвуют в передаче. В прямом смысле. То есть, могут быть заданы каверзные вопросы, связанные с баней, связанные со здоровлением, с нынешними какими-то ситуациями. Съемки будут проводиться два раза в месяц. Мы, естественно, будем их информировать на нашем ВК «Богатспа». Вконтакте достаточно активно растущая группа. Мы, кстати, приглашаем всех, кто не просто хочет прийти к нам, а всех, кто любит русскую культуру, русскую баню, русские традиции. Присоединяйтесь и в том числе к нашему богатырю «Богатспа» Вконтакте. Спасибо! До свидания! Всем счастливо! Оттуда идет сено-запах, холод, тут же винники теплые, пар такой мягкий, я жарый пар люблю, никакой скрытой рекламы, маркетологи Голливуда знают толк в рекламе. С таким паром! Спасибо! Вот это было вообще! Вот это вот, знаешь, вот авторский, круто! Сейчас я попробую снять.